Не, ну, главное, главное, это пища духовная. Я вот снял вот с полки Томик Чехова, прочитал, не наелся. Взял добавку «Мёртвые души Гоголя». Начал читать, у меня такой аппетит разыгрался. Свою машинально откусил обложку. Ну, как не разыграться аппетиту, когда читаешь, что Павел Иванович Чичик. Бывало, забежит в трактир по нашему Макдональдсу. Спросит, поросёнок есть? Есть. А со сметаной или с хреном? И со сметаной, и с хреном. Ну, Чичиков начнёт с Балычка, потом съест поросёнка, потом щи, после щи няню. Няня – это не баба, это бараний желудок с гречкой, мозгом и ножками. После Чичиков съест сладкий пирожок, да ещё пулярку с разными фентерлеем. А что мы сейчас едем? Сосиски, сосиски, сосиски. О, сардельки! Сардельки, сардельки, сардельки. Ху, сосиски. На каждом углу предлагают купить их от док. Я купил, присмотрелся, это батон хлеба. А из него торчит та же сосиска, только замаскированная, как ГИБДДшник в кустах. А я эту сосиску бросил в бродячие кошки, она на меня посмотрела, как Моцарт на сольере. Ну, ещё бы! Но даже производители не скрывают, из чего-то сосиска сделана. Там же на ценнике так и написано, сосиска калорийная. СОРТЕЛЬКИ. 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 А Чичиков, бывало, невзначай, забежит к полицмейстеру, тот смутится и, извините, Павел Иванович, не ждались из еды только белуга, севрюга, сыры да копчёные языки. Хлеба нет, но в сей момент испечён горячий пирог с груздями, пряженцами, масленцами и взворец. А что мы сейчас и делаем? Батон нарезной? Причём нарезной, это же сделано из свеженарезных отпилок. Вот такой вот батон в землю посадишь, он же цветочки даст. А как сейчас варим суп? Бросим два бульонных кубика в кипящую воду и потом едим неделю. Потому что в кастрюле чуть побольше ведра у меня эти кубики в горле параллелепипедом стоят. Ну а чё я ими же не наешу? Потому что кубик этот сделан из песка, по которому курица походила для запаха. Одна надежда, что эти кубики в продаже исчезли? Их же поставляла Галина Бланко. Она утонула. А я сам слышал, как по телевизору говорили, Галина Бланко, буль-буль. А ещё моду взяли все продукты в железные банки запихивать. Тушёнку, сгущёнку, шпроты. Вот так вот из магазина идёшь, такое впечатление, будто металлолом собирал. Пойдёшь на рынок купить что-нибудь натуральное, у продавца спросишь, мясо свежее? Говорят, я не знаю. Убедят Дасборг. В старину говорили, завтрак съешь сам. Обед разделить с другом. Ужин отдай врагу. Сейчас всё надо врагу отдавать. От отчаяния иногда упиться хочется. Тоже ведь страшно? Раньше-то бывало Чичиков. Ах, не взначально. Заедет к полицмейстерам, и прежде чем подадут суп, они выпьют по стаканчику портвейна, ещё по одному стаканчику гасатерна, ещё бутылочку Мадеры, да заправят её ромом, да нальют туда царской водки, да пригладят всё это рябиновкой со сливками, и успокоят влитые в себя бальзамы. И ничего. Сидят трезвые, как после Боржо. А я тут вот это, недавно выпил стопочку водки Жириновский. У меня такое в животе началось, будто там Вольфович речь против коммунистов держалась. Те-то староцарские времена с приготовлением пищи мороки было. Лучину настрогает, дрова наруби, зайца догони, сама поймай. А какие дрова? Какая лучина, если ты фаль, думай, за нас. Нет, ну вот так вот, на сухую сковородку бросишь эти котлеты богатырские, через секунду крышку откроешь и все. Вода из котлет вытекла, запах мяса улетучился, а там на сковородке даже не останки трех богатырей, а копыта их коней. Вот так вот и едим сейчас. Молоко из порошка, квас из концентрации, рыба забальзамирована, поэтому и люди сейчас быстро растворимы. Эй, Чичика! Поедешь куда в гости, возьми меня с собой. Не дает ответа. Чудным звоном заливается в колокольце. Ну, правильно. Главное же, эта пища духовная. Мир же уцелел не потому, что ел, а потому, что смеялся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова